В Москве с 2015 года проводится международный музыкальный фестиваль «Звуки Дутара» имени Нурых Алмамедова. В этом году музыканты из 10 стран подали заявки для участия на фестивале. Среди них такие страны, как Япония, Китай, Иран, Туркменистан, Узбекистан и другие страны. Пятый юбилейный фестиваль «Звуки Дутара» чем же отличается от предыдущих фестивалей? На эти и другие вопросы ответил арт-директор фестиваля, туркменский композитор Мамед Гусейнов. Такая грустная у нас отличие. Это не будет нашей бессменного почетного председателя оргкомитета, вдовы Нурых Алмамедова, Гульсултан Клычевны. Она нас очень поддерживала. Она жила этим фестивалем, можно так сказать. Я все время с ней перезванивался. Если вот она приезжала в Москву, мы с ней очень часто, знаете, работали, встречались. Если мы вот в Ашхабаде, я был, тоже мы как-то... Она очень была с нами, как очень близка. И она жила этой мыслью попасть на пятый фестиваль. Она даже вот, когда говорили по телефону, она говорит, Мамед, я плохо хожу по дому, но постараюсь приехать на фестиваль. Хоть даже на коляске я буду присутствовать, потому что для меня это очень важно. Она всегда так говорила. Эта мысль меня держит. И я рад, что этим фестивалем, может быть, мы продлили ее годы жизни. Это тоже для нас как-то важно. Ну, вообще, ну, по традиции у нас в рамках фестиваля пройдет конференция. Вот у нас уже прошло несколько конференций, вышли вот такие вот сборники конференций. Это в рамках третьего фестиваля прошла конференция взаимопроникновения национальной культур в контексте музыкального искусства. Вот, напечатан был сборник. Тут очень много статей из Туркменистана и археологов, и этнологов, и музыковедов, самое главное. Очень давно не было никаких трудов, связанных с музыкой по Туркменистану. И поэтому этот сборник, прям, знаете, вызвал большой ажиотаж. Он разошелся по всем ведущим библиотекам России. Также его передали в библиотеку Конгресса в США и во Францию, в русский центр в Париже вот тоже. В рамках четвертого фестиваля проходила конференция «Великий шелковый путь в истории развития музыкальной культуры, прошлая и современность». Также очень много статей из Туркменистана. Ну, тут уже такой диалог Востока и Запада, это очень актуально. Также выпущен большим тиражом, разошелся по нескольким странам. Самое главное, что меня радует, что это все в Туркменистане есть, и в консерватории, и в других творческих вузах. Это меня очень радует. В этом году пройдет у нас конференция «Музыка в синтезе искусств и науки, истории и современности». Потом у нас пройдет конкурс этнокультурных проектов. Это вообще аналогов такого конкурса не было. Это вот впервые проходит этот конкурс. Очень много заявок. Какова цель фестиваля? Чем актуален этот фестиваль сейчас? Наш фестиваль очень актуален сегодня. Самое главное, что мы делаем, что мы Туркменистан в мировом сообществе пропагандируем, как культурную страну, имеющую симфонии, оперы, имеющую академическую живопись. Ведь не у каждого народа это есть. У каждого народа есть фольклор, но не у каждого народа есть высокое искусство. Помогает ли вам правительство Туркменистана или посольство Туркменистана в организации финансирования вашего фестиваля? Вы знаете, с одной стороны, когда организовал этот фестиваль, удивился, что многие туркмены, которые и состоятельные, они как-то не стали помогать фестивалю. Удивился то, что совершенно посторонние организации, фонды, вот фонд Золотухина, теперь фонд развития науки и инноваций, то есть они вообще никак не связаны с Туркменистаном. Они поддерживают мой вот этот проект в фестивале. Вот мне очень бы хотелось, чтобы туркменская классическая музыка влилась в мировое пространство, чтобы ее играли наравне с Чайковским, наравне с Бетховеном, чтобы во всем мире играли и знали Нуры Холма Медва, знали других наших композиторов. Вот такая у меня иррациональная мечта.